Нитки, иголка и умелые руки. В Чебоксарах в третий раз прошел конкурс чувашских вышивальщиц в краю 100 тысяч вышивок. Он посвящен 105-летию со дня рождения знаменитого мастера Екатерины Ефремовой. Чувашская вышивка отличается от вышивок других народов мира. Наши мастерицы создают двусторонний шов, благодаря которому у полотна нет лицевой и изнаночной сторон, а рисунок геометрический. Это похоже на древние письмена. Каждый узор, шов, строчка, определенный символ, имеющий сакральный смысл. Современным художницам не просто сохранить и приумножить многовековое богатство. Ольга Волгова вышивкой занимается с детства. В этом творческом состязании участвует второй раз. Задание непростое – вышить горизонтальную картину мира. В старину это делали невесты, а сам элемент использовался в обрядовых праздниках. По заданию нам выдали вот такие вот орнаменты. Мы должны, получается, сами разработать эскиз изделия, изготовить это изделие в течение четырех часов. И я сама решила сделать салфетку, расположить эти узоры в четырех углах. Мастерицы работали четыре часа. Итог оценивали искусствоведы. Любой конкурс, он сложный, естественно. Но нам помогает наш опыт, помогают и коллеги, помогает предварительно обсуждение, знакомство с произведениями. Мы будем судить объективно, без всяких подводных камней. Сто тысяч вышивок – это действительно про нашу малую родину. Это культурный код, по которому идентифицируют народ. Конкурсы среди мастериц по чувашской вышивке мы считаем это очень нужное дело. Надеемся, что в дальнейшем роль чувашской вышивки будет занимать большое место в жизни нашего народа и поможет нам поднять свое самосознание. Обсуждение было жарким, дискуссии долгими. И все же жюри определило лучших. Первое место присудили Веронике Филипповой из Ядринского района. Второе – Ольге Волковой из Чебоксар. Третье – Мария Павлова из Вурнарского района. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.